Дорогие жители города Ульянска и Симбирской области, поздравляем вас с юбилеем, желаю здоровья, всего хорошего, чтобы семейное благополучие было, с женами не разводитесь, живите нормально, лучше жены не найдете. Мы много пережили, много пережили в этом году, много нам предстоит пережить. Я люблю свой замечательный город, за его улицы, за его внешний вид, за его людей добрых и отзывчивых. С праздником! Я хочу пожелать добра, мира над головой, чтобы не было ссор, чтобы в вашей семье все было хорошо, чтобы вы не болели, чтобы вас окружали только любимые, хорошие, добрые, преданные люди. Хочется пожелать прежде всего и дальше развиваться во всех смыслах, во всех отношениях, чтобы Ульяновская область процветала, чтобы благосостояние жителей Ульяновской области росло, ну а самое главное, чтобы удача всем сопутствовала. Поздравляю жителей Ульяновской области, губернатора, всю его команду с таким хорошим юбилеем, 75-летием. Мы видим огромные такие успехи, которые сегодня в последние годы происходят в Ульяновской области. Я уверен, что это продолжение и на 80 лет, и на 90, и на 100 лет успехов, здоровья, счастья, процветания Ульяновской области во благо и самой области, и всей нашей великой России. Ордена Ленина, Родина Ленина. 19 января все пришедшие на торжественное празднование 75-й годовщины Ульяновской области увидели награду, которой регион удостоился в далеком 1970 году. Здесь же среди исторических реликвий документы, с которых начинался Симбирский край, указы Екатерины Второй и Павла Первого. Сменялись руководители эпохи, современные политические и экономические реалии диктуют свои условия. И Ульяновская область не отстает от общероссийских и мировых трендов. Курс на наукоемкие производства, на укрепление социального сектора. Хочу сказать, что и в последние годы под руководством губернатора, законодательного собрания, органов государственной власти, муниципалитетов, всех граждан, всех жителей Ульяновской области заложен новый уровень социально-экономического потенциала. Область уверенно демонстрирует свои позиции в числе пяти самых инвестиционно привлекательных регионов Российской Федерации. Развитие промышленности сегодня – одно из главных направлений региональной экономики. И это отмечают практически все гости праздника. В преддверии праздничной даты Ульяновск получил еще один подарок. Введен в эксплуатацию первый в России промышленный ветропарк. С января 2018 года ветряная электрическая станция финской компании «Фортум» включена в реестр мощности. Не отстает от областного центра и второй по величине город. Димитровград, местный научно-исследовательский институт атомных реакторов, планирует в 2018 году получить лицензию на эксплуатацию самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах, строительство которого продолжается на площадке НИАР. Я бы хотел отметить такой факт отрадный, как уверенный поступь социально-экономического развития нашей области. И пожелать этим курсам идти и дальше. Я полагаю, что если каждый год 3-4% будет реального роста ВВП, а это практически настолько же увеличивается жизнью уровень населения, то через 10 лет мы на 30-40% будем жить лучше. Это вот самое главное с моей точки зрения. Ульяновская область сегодня – пример для многих регионов России по ряду отраслей и направлений. Региональный опыт, наработанный не только в инвестиционной деятельности, но и в социальной сфере, образовании, культуре и здравоохранении, транслируется на всю страну, получает высокие оценки экспертов. Регион ставят в пример. Соседи по-хорошему завидуют. Мы делимся опытом между сферами такими, как здравоохранение, когда лучшие практики трое есть у вас. Например, в Димитровграде у вас новый центр по ядерной медицине сейчас создается. У нас таких возможностей нет. Соответственно, у нас есть потребность в этом. Поэтому такие контакты позволяют находиться в точке нового сотрудничества. Не только инвестиции и развитие малого и среднего предпринимательства. Вообще, агропромышленный комплекс нас тоже интересует. И мы взаимодействуем в этом направлении. Будем дальше взаимодействовать. И культурное общение, и спортивное общение. То есть у нас есть чему друг у друга поучиться. И я уверен, что это будет на поле дела. Празднование 75-й годовщины региона не ограничилось только официальными мероприятиями. Пока высокие гости собирались в Ленинском мемориале, в областном дворце книги начала свою работу выставка ульяновского художника Николая Петровича Облезина, который свое творчество посвятил именно красотам Ульяновской области. Его акварели уникальны. На них можно найти самые уютные уголки нашего города. Выставка необычайно лиричная, можно даже сказать домашняя. На ней представлен город ускользающий, город, который мы уже практически не можем увидеть. Многие здания здесь изображены, исчезли. Как уже сказали, приходится угадывать, какая улочка изображена на том или ином листе. И большое спасибо за вот такую возможность рассмотреть наш любимый город, не спеша, чего мы обычно лишены. Его картины пронизаны легкостью и воздушностью. Теремок, старый речной вокзал, дом офицеров, здания и улицы, полюбившиеся ульяновцам. Особенности симбирской архитектуры до массовых застроек. Выходя из-под кисти художника, дарят посетителям выставки то тепло и настроение, с которым автор запечатлел приглянувшиеся ему места, знакомые каждому ульяновцу с детства. Отличным подарком в юбилейный для региона и города год станут две крупные школы, возводимые в микрорайонах Запад-1 и Репина. Новые учебные заведения будут состоять из нескольких блоков, что позволит сделать образовательный процесс более комфортным как для педагогов, так и для учеников. Не забыли и о школах сельских. С 2016 года в Ульяновской области началось масштабное обновление школьного автопарка. 26 новых автобусов поступили в образовательные учреждения Ульяновской области. Сегодня пришли автобусы по федеральной программе. За счет средств федерального бюджета 26 автобусов ПАЗ для перевозки школьников вручаем 12 муниципальных образований. Ранее в начале учебного года в рамках государственной программы развития и модернизации образования в Ульяновской области еще 24 таких же автобуса уже приобретены на средства областного бюджета Ульяновской области и также направлены в 9 муниципальных образований. Это позволяет нам решать проблему замены школьного транспорта, у которого вышел срок эксплуатации. Для нас это то, что третья часть учеников перевозится этими автобусами. У нас теперь два автобуса и мы возим 100 с лишним человек. Уже будет легче это сейчас. Перепетишка будет комфортной. Помимо школьных автобусов на торжественной церемонии состоялась передача автобуса Димитровградскому драматическому театру имени Островского и четырех машин скорой помощи для медучреждений. Пока автобусы разъезжались с площадки перед Ульяновским педагогическим университетом, в Ленинском мемориале торжество набирало обороты. Праздник это всегда подарки и награды. Звание почетный гражданин Ульяновской области присвоено посмертно видному советскому государственному и общественному деятелю, директору Ульяновской школы повышения квалификации работников сельского хозяйства с 1974 по 1986 год, участнику Великой Отечественной войны Вячеславу Полянскому. Также высокой наградой была отмечена советник-наставник при губернаторе Ульяновской области по направлению деятельность в сфере регистрации актов гражданского состояния, начальник управления записи актов гражданского состояния Ульяновской области с 1997 по 2013 год Людмила Тихонова. Для меня это было очень неожиданно. Я просто работала очень много всегда и, как говорится, не думала никогда о такой награде. Это действительно очень большая неожиданность и для меня, и для моей семьи, и вообще для моих друзей. Я считаю, что эта самая высочайшая награда, она должна быть все-таки заслужена. Должна быть заслужена. Вот я сейчас очень переживаю за то, может быть, я до нее дотянула, не дотянула. Но много лет я отдавала себя всю, где бы ни работала. Это ли не показатель того, что благополучие всего региона зависит не только от промышленных предприятий, социально-экономических условий и геополитической обстановки. Общий успех складывается из личных побед каждого жителя, который трудится не только ради заработной платы, но во имя процветания своей малой родины. Я глубоко убежден, что наших талантов, нашей воли, наших сил хватит, чтобы передать детям цветущий и сильный регион, который будет славиться, как и прежде в веках. Искренне верю, дорогие друзья, что та страница истории родного края, которую мы с вами пишем сегодня, станет достойной и яркой. И что о наших делах потомки будут говорить с такой же гордостью, как мы говорим о наших предшественниках. С праздником! С юбилеем! Здоровья! С счастьем! Просветания каждому из вас в нашей области и нашей великой России! Субтитры создавал DimaTorzok